Всем салют, с вами Агут! Ну что, посчитаем чужие деньги. Но вначале внесу-ка я некую ясность о будущем Человека-паука Тома Холланда. Согласно текущего контракта с Marvel Studios, у него есть ещё минимум одно появление в роли паучка на большом экране. При этом Нет пути домой является последним сольным фильмом в его контракте с Sony. И всё же Человек-паук 4 находится в разработке и ожидается, что Холланд вернётся к своему персонажу. Но пока это всего лишь слова, так как официально ничего ещё не закреплено на бумаге. Здесь больше вопрос заключается в том, когда это будет, так как все без исключения заинтересованы в продолжении франшизы. Учитывая огромные сборы фильма Человек-паук Нет пути домой, цена Тома Холланда тоже поднялась. А когда дело дойдёт до прямых переговоров, то у молодого британского актёра будет достаточно рычагов. В статье сайта Variety говорится следующее. Согласно источникам, которые знакомы с подобными переговорами, запрашиваемая цена Тома Холланда должна достичь восьмизначной суммы. До Человека-паука он зарабатывал менее 1 миллиона долларов за роль в кино. Теперь он может заработать от 2 до 5 миллионов за роль в независимом кино и от 5 до 10 миллионов за главную роль в коммерческом фильме какой-нибудь студии. Недавно Холланд рассматривался на роль в фильме режиссёра А-класса, имя которого не разглашается. И хотя сделка не состоялась, он мог бы получить 1 миллион долларов за небольшую роль в этом фильме. На стриминговых платформах, у которых больше денег, зарплата Холланда может достигать до 20 миллионов долларов или даже больше. Боссы известных брендов могут быть готовы сократить другие расходы, чтобы заполучить Тома Холланда. Лишь немногие звёзды достигали такого уровня кеша, включая Роберта Дауни-младшего и Галь Гадотт после успеха Железного Человека и Чудо-женщины. В их число также входит Дуэйн Джонсон и Уилл Смит. Кроме того, 25-летний Том Холланд привлекает зрителей в то время, когда Голливуд отчаянно ищет новое поколение мужчин на главные роли. Кинобизнес страдает от стареющих звёзд первой величины. Рост телевидения и переход на стриминговые сервисы привели к тому, что кинобизнес испытывает трудности с поиском новых восходящих звёзд. Но Том Холланд, актёр Дюна Тимоти Шаламе и звезда Кридо Майкл Б. Джордан могут заполнить пустоту среди миллениалов. Что касается звёзд среди женщин, то Зиндея, она же Эм Джей, относится к той же категории. Помогает, конечно, и то, что Холланд свободно владеет социальными сетями, что может иметь решающее значение в условиях раздробленного медиа-ландшафта. Также это обеспечивает большой объём продаж билетов. И возникает вполне резонный вопрос. Как компании оправдывают такие высокие цены? Обычно студии рассчитывают заработать в прокате не менее 100 миллионов долларов, если они платят актёру 10 миллионов долларов за роль в фильме. Сегодня проблема заключается в том, что мало кто из актёров, кроме может быть Ди Каприо, Вашингтона или Пита, может гарантировать такие результаты в эпоху, когда главной достопримечательностью является узнаваемая личность, а не актёры как таковые. Яркий пример с фильмом «Человек-паук. Нет пути домой». Билеты продавались не только благодаря имени Холланда. Эта часть киновселенной Марвел была представлена как крупный кроссовер, который в значительной степени опирается на два десятилетия любви к прошлым фильмам о «Человеке-пауке». Даже такие крупные звёзды, как Том Круз, привлекают зрителей только в определённых ролях. Круз, например, может собрать толпу разве что на «Миссию невыполнима» или «Топ-ган», но на другие фильмы вряд ли. В связи с этим голливудские инсайдеры сомневаются, будет ли Том Холланд обеспечивать кассовые сборы вне «Человека-паука». Его имя, как и имя Дэйзи Ридли, не помогли спасти антиутопический триллер 21-го года «Поступ хаоса», который провалился в прокате, да ещё и отягощённый плохими рецензиями. Другие его проекты, такие как драма «По наклонной» Джои Энтони Руссо, «По стравматическом стрессовом расстройстве», а также фильм от Netflix «Дьявол всегда здесь» ушли в арт-хаос. Так уж случается, что многим актёрам, таким как Дэниел Редклифф и Крис Эванс, их известность, которую они получили благодаря той или иной франшизе, не помогает им в развитии дальнейшей актёрской карьеры. Большим испытанием для Тома Холланда на большом экране станет фильм компании Sony Uncharted «На картах не значится». Это крупнобюджетное приключение, в котором Холланд играет молодого охотника за удачи Нейтана Дрейка. Как известно, киноадаптации видеоигр имеют тенденцию быть удачными или неудачными. Как говорится, на каждого ёжика Соника приходится куча братьев Марио. Поэтому харизма и обаяние Холланда будут ключевыми в заполнении мест кинотеатров на Uncharted. Что ж, такие инди-фильмы, как «По наклонной» и предстоящий биографический фильм Sony про Фреда Астера, показали, что Том Холланд всё же хочет сниматься в разноплановых фильмах. Вот так. Всем спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!